МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субсидия – это государственная помощь. Программа жилищных субсидий действует достаточно давно. В мае мы будем отмечать 20-летие, она с 1995 года действует. Это помощь людям в оплате за жилищно-коммунальные услуги. Она определяется как разница между суммой оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в случае, если это твердое топливо, жиженый газ, в пределах санитарных норм жилья и санитарных нормативов пользования коммунальными услугами, и обязательным процентом платежа, который определяется индивидуально для каждого дома хозяйства. Новая система начисления субсидий, как заявляют наши власти, она упрощена. А в чем упрощение? Упрощение, оно очень существенное, и я бы сказала, принципиально изменился порядок оформления документов для граждан. Если раньше гражданин должен был приходить в управление, подавать заявление, подавать декларацию, приносить нам справки о доходах, то теперь достаточно заполнить декларацию, заполнить заявление и послать по почте, и мы сами будем запрашивать справочки, информацию, как о его коммунальных услугах, о платежах, о приборах, так и о составе семьи в ЖЭКах, этой конкретной семьи, для того, чтобы мы могли рассчитать субсидию. Хороший вопрос. Я хочу сразу уведомить граждан, что не мы занимаемся рассылкой этих заявлений и деклараций. Это согласно постановлению 106 от 28 февраля 2015 года возложено на организации, предоставляющие услуги. Это на Николаев ГАЗ, на тепловые организации и на Николаев Облэнерго. То есть в их введении находится распространение этих бланков. Но практически очень многие, практически все получили эти бланки, хотя есть, конечно, исключения, и люди обращаются к нам, что они по каким-то причинам не получили. Но это проблема решаема, конечно, хотя основная масса получила, и мы начинаем их уже получать по почте и без почты. Давайте, наверное, немножко пройдемся по всей вот этой процедуре заполнения бланков. Человек получает, домовладение получает конверт с двумя листами, да? С тремя. Еще инструкция по заполнению. Декларация, заявление и инструкция по их заполнению. Что делать дальше? И может, я знаю, что у вас есть эти бланки, мы можем показать людям, если, возможно, кто-то еще не получил. Можем показать. Вот это бланк заявления. Ну, не такое оно большое, раньше оно было значительно длиннее. И бланк деклараций про доходы и имущества конкретной семьи. Я бы хотела, чтобы мы прошлись прямо конкретно по каждой строчке, потому что, учитывая, что мы начали их получать, и я, собственно, пошла специально вчера посмотрела, какие возникают проблемы, какие у нас вопросы по тем заполненным уже заявлениям и декларациям, которые мы можем уже сами посмотреть. То есть нужно подготовиться достаточно хорошо для того, чтобы все-таки заполнить даже такие, казалось бы, на первый взгляд, простые документы, как нам говорят. Да, нужно прочитать хотя бы инструкцию. Потом в каждом районном управлении есть место, где есть образцы заполнения этих бланков, и люди могут прийти и воочию увидеть, и, в общем-то, заполнить. Трудностей особых нет, но просто есть такие термины, как бы для, особенно если это пожилая категория граждан, если это пенсионеры, если это старенькие, есть 80-летние приходят. То есть им трудно понять некоторые термины, которые здесь указаны. Давайте начнем с заявления, наверное, да? Да, да. Вот шапка заявления. Вот заявление. Тут в верхнем правом углу стоит наименование структурного подраздела испытаний социального захиста. То есть это нужно описать управление социальных выплат и компенсаций того района, где зарегистрирован человек, куда он обращается для того, чтобы было рассмотрено его заявление, для назначения субсидий. То есть это либо центрального района, либо заводского, ленинского, корабельного. Пишет управление социальных выплат, там, допустим, заводского района. Я хочу еще уточнить. А заполняет бланк тот человек, на которого написано... Открыты лицевые счета. Да. Вот сейчас мы дальше скажем. Вид. Вид. Заявление про призначение житловой субсидии. Вид. Заполняет хозяин жилья, на которого открыты лицевые счета, либо человек, который не является хозяином, но он зарегистрирован в этом помещении, и он претендует на назначение субсидий. Только для такой категории людей необходимо, чтобы лицевые счета на жилищно-коммунальные услуги были открыты на его имя. Для каких это цели? Потому что мы будем делать запрос на конкретную фамилию и получать информацию для этого конкретного человека, потому что субсидия назначенная будет перечисляться на эти временные открытые лицевые счета. Я хочу сказать, что это предусмотрено действующим законодательством, что есть совместный наказ Минрегионразвития, Министерство социальной политики и Министерство топлива и угольной промышленности. То есть им предусмотрено, что для того, чтобы человек, который не является хозяином жилья, мог получить субсидию, необходимо открыть временные лицевые счета. Хочу сразу обратиться к телезрителям, что вы будете заполнять фамилии, имя, отчество полностью, разборчиво, потому что иногда бывает очень трудно понять, что написано. Еще могут получать семьи, которые фактически проживают, то есть те, которые арендуют жилье. Я хочу сразу остановиться на такой категории, которые арендуют жилье. Люди имеют право на назначение субсидии, но в том случае, если у них есть официальный договор аренды, оформленный в соответствии с законодательством, и есть ли на них открыты тоже временные лицевые счета, на которые будет перечисляться назначенная субсидия. Потом идет фактическое место проживания. Это место регистрации для тех, которые зарегистрированы в жилом помещении, либо место фактического проживания для лиц, которые арендуют жилье. Контактный телефон. Ну понятно, это телефон, по которому может с вами связаться специалист, если вдруг в случае будет необходима какая-то дополнительная информация или уточнить что-то. То есть телефон нужно давать такой, который действующий на него смогут ответить? Совершенно верно, да. Для того, чтобы с человека можно было связаться. Поверьте, у нас достаточно работы, чтобы мы просто так звонили, зря человека беспокоили. Паспорт, серия и номер, это понятно, кем, когда выдан, да. И регистрационный номер, обликовые карты, платника податков, это нам привычнее идентификационный номер. Если у человека нет идентификационного номера, что в паспорте стоит отметка, что он по своим религиозным убеждениям его не получил, значит ставится серия и номер паспорта. Этого достаточно. Теперь, прошу призначиты субсидию. Человек должен подчеркнуть, субсидия есть двух видов. Безналичная, это субсидия на жилищно-коммунальные услуги. И субсидия на твердое топливо и сжиженный газ, она дается налично. То есть она дается деньгами на счет, открытый в отделении банка. То есть подчеркивается на жилищно-коммунальную или для продвижения скрабленного газа и твердого палого. Дальше идут ведомости про жилищно-коммунальные услугами, которыми человек пользуется. Очень важно правильно заполнить номера лицевых счетов, потому что у многих организаций, когда мы делаем запросы, мы туда заполняем как фамилиями отчества человека, так и номер лицевого счета и адрес. Многие организации работают исключительно по номеру лицевого счета, а потом уже сначала выходит номер лицевого счета, а потом уже фамилия, потом уже адрес, как бы подпроверяется, что этот счет открыт на такого-то человека по такому-то адресу. Поэтому обращаюсь. Очень важно четко заполнить и все цифры правильно списать, потому что ошибиться в одной цифре – это будет уже другой счет, другой человек и другой совершенно адрес. Наименование организации, ну понятно, если это содержание домов, будинки, выспоруд, то это значит ЖЭК, если это ГАЗ, Николаев ГАЗ, постачание холодной воды, Николаев Водоканал, постачание горячей воды, ну как правило у нас нет, но если есть, это тепловая организация. Совершенно верно, практически в 2014 году централизованного горячего водоснабжения не было. Водоотвод – это тоже Николаев Водоканал, централизованное отопление – это либо облтеплоэнерготепловая организация, либо теплоэлектроцентраль. Тоже у нас две тепловые организации в городе. Электропостачание – это Николаев Облэнерго. Обращаю внимание, вывозы не побутовых и ветходов. Это касается тех, у кого есть отдельные книжки на вывоз мусора. Это практически частный сектор, либо приватизированные дома, маленькие вот жилкопы, которые отказались от услуг ЖЭК, и они платят за вывоз мусора напрямую в АТП. То есть в противном случае эту строчку мы не заполняем? Нет. Ставим прочерк или что пишем? Ну, можно и прочерк поставить. Все услуги, которые человек заинтересован в том, чтобы он заполнил на все услуги, потому что в зависимости от количества услуг ему будет сумма субсидия рассчитана. Меньше услуг, меньше оплата, сумма будет меньше. Так, теперь дальше нужно обязательно почитать, что если ситуация в семье сложилась такая, ну, неординарная, будем говорить, что невозможно назначить соответствие с действующим законодательством на общих основаниях. То есть рассмотрение этого дела требует решения комиссии. Такая комиссия создана исполкомом городского совета, и она работает при Департаменте труда и социальной защиты населения. И она предусматривает рассмотрение, допустим, дел, если мы назначаем субсидию не хозяину, а другому лицу, зарегистрированному в жилом помещении, либо если назначается субсидия на зарегистрированных в жилом помещении, в случае, если на все услуги имеются индивидуальные приборы учета, на газ, на свет, на воду, но отсутствует один из членов семьи. В таких случаях я просто советую обращаться непосредственно к специалисту, ну, не заполнять заявление самому, потому что могут возникать вопросы. Концентрироваться лично. Совершенно верно. Может быть, потребуется какая-то помощь, ну, хотя бы информационная, что для этого нужно, куда обратиться, для того, чтобы потом не вызывать человека, а сразу это решить на месте, и он расскажет обо всех своих проблемах. Но, в принципе, законодательство предполагает, что нужно подчеркнуть, если требует заявление рассмотрения на комиссии для назначения, разрешения какой-то неординарной ситуации. Значит, подчеркиваем. Все зарегистрированные в жилом помещении дают согласие, обращаясь за любой помощью. Это предусматривает обработку персональных данных, потому что это расчет, это ввод программы, это обмен информацией с другими организациями. То есть идет какая-то обработка персональных данных, и человек дает согласие на эту обработку для того, чтобы получить тот или иной вид государственной помощи. Нужно понимать, здесь сказано, это одно из двух условий, но оно очень весомое и существенное, и может являться препятствием для назначения субсидий, это если на протяжении 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии кто-либо из зарегистрированных в этом жилом помещении, которые обращаются за назначением субсидий, совершил покупку либо квартиры, либо машины, либо земельного участка, либо оплатил стоимость стройматериалов, либо оплатил стоимость ремонта, других каких бы то ни было услуг, кроме услуг, что касается лечения и связанного с обеспечением жизнедеятельности человека, на сумму более 50 тысяч, в этом случае субсидия не назначается, либо может быть рассмотрена на комиссии, которая создана, как я говорила, при департаменте, учитывая какие там уже училка могут быть исключительные обстоятельства, и будет вынесено решение либо о назначении, либо об отказе в назначении субсидий. Это очень важно, потому что это влияет на установление права по назначению субсидий. Дата-подпись, да? Да, дата-подпись. И заявка в принципе заполнена. Я хочу сказать о дате, поскольку вот это новый порядок усовершенствования назначения субсидий вступает с мая, поэтому дата, желательно, чтобы это была майская, но уже тут, собственно, ничего и не осталось уже май. Ну а если, например, человек решит заполнить ее 25 апреля, все равно пишет с 1, 2, 3 мая, да, дату? Ну, те, которые прислали, уже написали апреля, ну как бы это, мы принимаем, конечно, все, что придет, но дата должна быть, конечно, майская, потому что это все в силу вступает с мая. Те, которые апреля, мы тоже приняли, и ставит человек свою подпись. Это заявление. Есть еще другой бланк, декларация. Обязательно заполнять два и заявление и декларацию? Обязательно. Декларация, она предусматривает, один бланк заявления не дает нам полной информации, то есть мы не владеем вообще информацией о доходах и об имуществе, которую нам даст декларация про доходы и майно, так она называется. Тут также в декларации в верхнем правом углу идет наименование структурного подразделения социальной защиты, как я уже говорила, это будет управление того района, где человек зарестрирован или фактически проживает. И декларация заполняется тем же человеком, который заполняет и заявление, то есть тем, на кого открыты лицевые счета в организациях, которые предоставляют услуги. Тоже идет фамилия, имя, отчество, просьба четко, полностью писать. Дальше идет характеристика жилого помещения. Идет общая площадь квадратных метров. Именно общая площадь, не жилая, субсидия насчитывается, исходя из общей площади жилого строения. Хочется сказать, у нас есть частные дома. Так вот, частные дома ставят общую площадь жилого строения по техническому паспорту. Потому что отапливаемая площадь может быть всякая разная, а общая площадь жилого строения, в техпаспорте это видно, на жилой дом, там литера, как правило, это А или там какая. И там идет площадь дома. Поэтому это общая площадь, из расчета которой мы будем производить начисление субсидий. Так, будинок индивидуальный, чей богатоквартирный. Обязательно нужно подчеркнуть. Потому что частные дома, это у нас как бы особая категория. Поэтому просьба подчеркивать, здесь есть такая строчечка. Количество поверх его будинку. Это тоже важно, потому что сейчас у нас так классифицированы тарифы на природный газ, что это очень существенно. Дом одноэтажный, двухэтажный или многоэтажный. Обязательно нужно написать, если это один, значит один. Если это два этажа, пишем два. Если это пять, пять, девять. Ну, у кого сколько? Количество должно быть указано. Потому что оно все может повлиять. И недостаточность информации, она не даст нам правильно подойти к решению вопроса назначения субсидий именно вот этой конкретной семьи. То есть никакую строчку не игнорируем? Нет, никакую не игнорируем. Правильно заполняем, да. Лица, которые зарегистрированы, для арендаторов, которые фактически проживают. Заполняем всех. То есть хозяин, записаны, прописаны. Столько-то, столько-то. Вот сколько человек числится? Допустим, три человека пишем. Фамилия, имя, отчество полностью. Дата рождения. Это значит число, месяц, год. Регистрационный номер, то есть идентификационный код. И так по каждому человеку. Вот трое, значит трое. Пятеро, значит пятеро. У нас поступали звонки. Семья большая, не хватает строчек. Ну, как-то надо выходить из этого положения. Или доклеивать сюда, дорисовать эту табличку. Или эту табличку отдельно заполнять. Ну, надо, понятно, всех людей внести. Я знаю, что есть варианты еще с помощью компьютера распечатать. Может быть, там что-то привести в нужную форму. Пожалуйста, у кого есть компьютер, пожалуйста, не вопрос. Главное, чтобы была информация, в каком она будет видеть. В рукописном, на отдельном листочке, в этом. Главное, чтобы сходилось количество человек. В примитках, ну, мы как бы рекомендуем ставить семейные отношения. То есть это хозяин, это там его жена, это сын, там дочь. Очень важно, если, допустим, ребенок. У нас много таких случаев, ребенок находится под опекой. То есть, чтобы мы понимали, что это, допустим, опекаемый ребенок. Ну, разные. Племянник, ну, в принципе, это не обязательно, но когда вот рассматриваешь каждую семью, ты смотришь, кто есть кто, и какие там могут быть, и вдруг там еще какие-то доходы. Именно это касается в основном социальных выплат, то есть информацию, которую владеет районное управление социальных выплат, чтобы мы могли ее получить через свои базы информационные. Вот смотрите, мы заполняем эту таблицу для тех людей, которые прописаны. Бывает же так, что человек прописан, но не проживает. Его мы все равно вписываем в эту таблицу? Это, как я уже говорила, эта семья будет требовать решения вопроса на комиссию. Заполняем. Да, заполняем, ну, пишем, не проживает. Если человек не проживает, для решения вопроса о назначении субсидий без человека, который не проживает, должны быть дополнительно информация, то есть справка, что он находится в другой административно-территориальной единице в связи с работой, учебой, лечением, долгосрочной командировкой, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом случае комиссия, если есть такие документы, я думаю, что комиссия примет положительное решение при условии наличия индивидуальных приборов учета на услуги, на газ, на воду, на электроэнергию. То есть такого человека мы вписываем, но подтверждаем какими-то документами его отсутствие непосредственно в квартире. Да. Следующий раздел 2. Все виды доходов лиц, зарегистрированных в жилом помещении. В том числе указано от размещения депозитов, сдачи имущества в аренду за период. Остановимся на этом более подробно. Это больной вопрос, будем так говорить. Это вопрос, вызывающий много недовольства у людей. Для того, чтобы не было недоразумений впоследствии, обязательно нужно указывать период, за который человек предоставляет доходы. Вот тут стоит «з». В основной своей массе это будет с 1.1.2014 года по 31.12.2014 года. «Доход за прошлый год». «Доход за прошлый календарный год». Есть нюансы, но я, наверное, даже сейчас не буду на этом останавливаться, потому что их не так много. Но чтобы не путать уже телезрителей, указываем доход за прошлый год. Указываем фамилии, инициалы, вид дохода. Что такое доход? У работающего это заработная плата. У пенсионера это пенсия, у студента это стипендия. Это могут быть социальные выплаты, пособия, компенсации, доход от продажи. Всё, что вы получили, это доход от сдачи в аренду земли, очень распространённые. От размещения депозитов. То есть не сам депозитный вклад, а проценты, то есть доход, который человек имеет от размещения в банке депозита. То есть лучше всего обратиться всё-таки в соответствующие инстанции под проверить, да? Если человек в банк… Если человек знает, понятно, да. Если он не уверен, конечно, ему дано право это заполнить. Как он для себя решит возможность этого заполнения, каждый, в общем-то, уже выбирает сам. Пойдёт ли он в банк, где возьмёт ли он в бухгалтерию, узнает свою зарплату. Причём обязательно нужно это указать. Допустим, у одного человека может быть не только одна строчечка. Он может получать и зарплату, и пенсию, и, допустим, доход от размещения депозита, и от аренды земли. То есть все виды доходов, которые он имеет, он должен здесь указать. И указать сумму, это следующая колонка, сумму дохода за период. То есть не за один месяц, а за весь календарный год. И немаловажная тоже информация, это джерело доходу. То есть источник, где человек этот доход получает. То есть если человек указывает пенсия, он должен указать, что он её получает в управлении. Я понимаю, что он получает в банке или в кассе, но он её назначил в управлении пенсионного фонда, допустим, какого-то района. Очень многие люди переехали из сёл, и пенсия была назначена там, но получают они её здесь. Но они должны указать, что пенсионный фонд какого района. Почему? Потому что нет городской пенсионной базы. Мы пользуемся базой по обмену информации о доходах с пенсионным фондом. Каждый район, центральный район с управлением пенсионного фонда, центральный район, и, соответственно, другие районы со своими. Если человек получает военную пенсию, то он получает её через управление, главное управление пенсионного фонда. То есть для того, чтобы мы получили информацию, подпроверили, мы должны знать, где он её получает, куда нам нужно обратиться, чтобы увидеть суммы назначенных размеров пенсии. Ирина Владимировна, хочу ещё уточнить, мы вписываем доходы, зарплату, сумма зарплаты или с вычетом каких-то налогов? Сумма зарплаты здесь сказана без урахования податку с доходов физических осип. То есть зарплата идёт без учёта подоходного налога. Уже многократно мне звонили бухгалтера разных предприятий, мы на эту тему говорили, потому что людей, естественно, это интересует. Раньше субсидия назначалась исходя из начисленной суммы зарплаты, то есть, скажем, значительно увеличивали человеку доход при расчёте субсидий. Сейчас как бы это новшество и приятное новшество, ну хотя тарифы настолько подскочили, что… Но всё равно… Приятного мало вообще в этой ситуации. Ну, всё равно субсидии – это реальная помощь государства, и субсидии значительные суммы будут получаться, поэтому как бы будем… Мы же тоже все с вами, мы с вами платильщики за коммунальные услуги, поэтому как-то надо в этой ситуации всё равно выживать, находить какой-то выход. И вот это, как говорится, один из выходов, что можно человеку в данной ситуации чем-то помочь. Эту табличку заполнили, там ещё следующее, я смотрю. Да, следующая табличка – это табличка, которая даёт нам определить право. Ещё, если человек, вот извините, я вернусь к предыдущему, вид дохода, то есть указывает абсолютно все доходы. Это и доходы от продажи, продают квартиры, продают машины. То есть, то, что они тут продали, потом купили, это же уже второе, но то, что они продали, это всё в доход учитывается. Если люди получают через ХЭСЭД, мы нахим помощь, то есть оно всё, проверка будет осуществляться, всех этих доходов, через налоговую инспекцию. У нас есть специальная программа, ежеквартально формируется в электронном виде файл запроса в налоговую, и мы от них получаем также в электронном виде информацию о доходах, поэтому это всё будет проверяться. Я хочу, конечно, предупредить, что человек, который претендует на назначение помощи, он несёт ответственность за всю ту информацию, что он нам предоставил, как о доходах, так и об имуществе, так и о количестве зарегистрированных. То есть, оно всё равно тут же запросится, и будет видно, что что-то не то, какие-то нелады. Информация, что касается о приобретении имущества товаров на сумму, которая превышает 50 тысяч, которые любой из зарегистрированных членов семьи осуществил на протяжении 12 месяцев перед обращением. Я бы не хотела, чтобы тут стояли прочерки, пусть бы человек написал, что товары на сумму более 50 тысяч не приобретались. То есть, как бы он своей рукой свидетельствует, потому что бывают случаи, я поставил прочерки, я там не подумал, имел в виду что-то другое. Поэтому лучше это будет написано рукой. И есть такая фраза, что человек понимает, что в случае предоставления недостоверной информации, согласно действующему законодательству, будет произведен перерасчёт. И в случае, если человек сознательно, допустим, подал нам недостоверную информацию, что значит сознательно, допустим, если он ошибся в размере, допустим, или зарплаты, или в размере пенсии, там на 100 рублей или на сколько, это не считается сокрытием, он указал, что он такой доход получает, мы просто сделаем перерасчёт и всё. Если он нам не указал, допустим, что он от продажи там чего-либо получил доход, либо он не показал нам, что он имеет доходы от сдачи в аренду с земли, то это считается, что человек нам не указал и будет произведен перерасчёт. И согласно вот этого нового порядка 106 постановы 28 февраля 2015 года сумма излишне начисленной субсидии будет удержана с человека в двукратном размере. В случае его, ну, по требованию органов, которые назначили, то есть по требованию социального захиста, если он будет отказываться, не будет возмещать, решается через суд этот вопрос. Также так ставится подпись заявителя, ставится дата. Та же, что и на заявление. Да, совершенно верно, это заполняется всё в один день, и это является основанием для рассмотрения, для последующих наших действий, для того, чтобы семье была назначена субсидия. То есть мы бланки заполнили и дальше? Какова их судьба? Да, заполнили эти бланки, все заявления, будь они… Ой, очень хочется сказать, что люди, которые сейчас получали субсидию в отопительный период 2014-2015 года, они могут не обращаться, не заполнять, независимо от того, что они получили эти бланки, не нужно им заполнять, не нужно им посылать, не нужно им идти, потому что им будет автоматически назначена субсидия на основании той информации, которую мы имеем, потому что мы им субсидии уже назначали. Мы запросим их информацию о доходах у фискальной службы за прошлый год, запросим предприятия, и мы сами будем работать с их предыдущими заявлениями для продления этой субсидии. Субсидия назначается на 12 месяцев. По окончании срока назначения субсидий мы автоматически, людям не нужно будет уже обращаться, писать заявление и декларации, кроме если вдруг у них произошли изменения, то есть либо в составе семьи, либо в перечне услуг, либо, ну, мало ли какие, вдруг покупку осуществили, то есть в течение месяца, если происходят такие изменения, человек должен нам сообщать, то есть в то управление, куда он обращался, подавал субсидии, может человек из этой квартиры выйдет в другую квартиру, но разные бывают обстоятельства, он должен сообщать, и специалисты управления будут знать, что с этим делать. Наши следующие действия, получив заявление, либо по почте, либо человек принес сам, либо пришел на прием, мы их обязательно регистрируем. Дальше уже социальные работники берутся за дело. Да, не социальные работники, а специалисты управления, которые являются посадовыми особами местного самоуправления, которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, они делают запросы в различные инстанции, то есть прежде всего это жилищно-эксплуатационные конторы, для того чтобы узнать состав прописанных площадь, то есть подверить ту информацию, которую нам дал человек. И это организации, предоставляющие коммунальные услуги. Что в этой связи хочется сказать? Мы это делаем в электронном виде, делаем уже достаточно давно. И какие у нас случаются казусы? Это основная и очень такая больная тема, что идет расхождение в количестве зарегистрированных и в количестве людей, которым предоставляются услуги. Допустим, зарегистрированы три человека, их должно быть на столько-то, на три человека даваться услуги в газе, три человека должны числиться в водоканале, в тепле и так далее, и так далее. То есть если идет расхождение, субсидия назначена быть не может. Мы с этим сделать ничего не можем, потому что человек должен сам обращаться в организацию, урегулировать вопрос. Я так думаю, что это, наверное, будет справочка о составе семьи, сколько их для того, чтобы в каждой организации заявить, что их столько человек зарегистрировано, и на них идет начисление на коммунальные условия. И только после того, как мы получаем вот эти ответы, то есть мы имеем информацию достаточную для назначения субсидий, то есть мы сможем по этим справкам увидеть размер платежей, по доходам, которые нам указал человек, размер доходов, мы сможем сделать расчет субсидий, и тогда выдается расчет для проверки, формируется личное дело каждого человека. То есть все эти заявления, декларации, они подшиваются в папочку. Все информации, которые приходят из организации, все, что необходимо для расчета, оно все формируется в личном деле, а человеку выдается уведомление про призначение субсидий. Потому что назначение субсидий — это не одна сумма. Определяется общая сумма субсидий, которая потом распределяется пропорционально в зависимости от удельного веса стоимости каждой услуги в общей сумме платежа. То есть чем дороже услуга, тем больше туда сумма субсидий. Вот хочу еще один момент уточнить. Смотрите, нам говорят о том, что в течение 10 дней человек получит ответ. Но, насколько я поняла, не после того, как человек отправил конверт в проходе 10 дней, а после того, как вы обработали уже информацию, получили данные. После того, как мы получаем информацию из коммунальных услуг и жилищно-эксплуатационных для того, чтобы рассчитать. Да, потому что здесь этой информации нет. Еще я знаю, что в мае будет открыто дополнительное количество пунктов, которые смогут работать все-таки с потенциальными получателями субсидий. Да, открывается, кроме управлений, которые, в общем-то, это их обязанности, это их должностные обязанности, открываются еще 20 дополнительных пунктов. Это в ЖЭКах, эта информация, она размещена, я сейчас не хочу занимать время, но это в ЖЭКах, это в Корабельном доме культуры, это библиотека на Казарского. Этих пунктов достаточно для того, чтобы люди не сосредотачивались в одном месте. Это наши районные отделения территориальных центров. То есть информация эта размещена и на сайте департамента, и на сайте горосполкома, и на сайте городского информационно-расчетного центра. Кстати, городской информационно-расчетный центр в своих уведомлениях, которые они разносили в счетах об оплате за март, в апреле разносили, там указаны адреса. Там не указаны номера ЖЭКов, но указаны адреса, куда человек в своем районе может обратиться в мае. Для сдачи документов по назначению субсидий, для получения какой-либо консультации, заполнения заявлений, там будут работать специалисты наших структурных подразделений, которые научены, которые смогут принять и смогут дать консультацию. Ирина Владимировна, еще один важный вопрос. Не могу не задать, когда последний срок подачи документов? Потому что многие переживают, что не успевают. Нет такого срока, последний срок подачи документов. Сам по себе заявления и декларации, они действительные. То есть, если человек понимает, что у него летом субсидия не получится, в основном это частные дома, потому что они не платят за содержание и жилья, то есть у них нет квартирной платы, они не топят сейчас природным газом, потому что закончился отопительный сезон, и они могут обратиться с началом отопительного сезона, то есть в октябре или в ноябре, когда у них реально субсидия получится по доходам и по их платежам. Я еще хочу сказать о том, что сама субсидия, она как бы это не фиксированная сумма, поскольку у нас в городе так отопление, таким образом подается и расчеты за него ведутся только в отопительный период, а в неотопительный мы не платим за отопление, то эта сумма субсидий будет перерассчитываться, сейчас она как бы будет назначена тем, кому положено, с мая на лето, когда настанет отопительный сезон и будет принято распоряжение меського головы, обычно принимается о начале отопительном сезоне, и произойдет изменение суммы оплаты, то есть увеличится оплата за тепло, субсидия без обращения граждан будет перерассчитана, и об этом будет уведомлено их. Мне кажется, что на эту тему можно говорить бесконечно, и вы, и ваши коллеги так и делают ежедневно, сколько я знаю, приходит очень много людей с вопросами, но, к сожалению, время нашей программы не бесконечно, я благодарю вас за эту беседу. И вам спасибо. Еще сегодня у нас в гостях была Ирина Дробинова, заступник директора департаменту працета социального захисту насылания Макулаевской меськой рады. До зустричи. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...